Я вам не Володя, а я вам Владимир Владимирович. Есть особое отношение к алкоголю. Для него это целая культура и искусство. Вино – это не продукт. Это целая культура. Я вообще очень люблю выпить. Я очень люблю и хорошо разбираюсь в вине. И его работа и метод интервьюгирования очень схож с работой профессионального сомелье, который характеризуется независимостью от собственных предпочтений при дегустации вина, не подается чужому мнению, имеет стойкое понимание структуры напитка, имеет особый подход, оценивает внешние характеристики, из чего он состоит, какие отличительные особенности имеет и чем он индивидуален. И после этого дает гостю попробовать выбранные напитки. Похожая аналогия существует и в манере интервьюгирования Познера. Его вопросы направлены не на получение формальной или острой информации, пересказ событий, а, как правило, он задает их так, чтобы заставить рефлексировать гостя и транслировать себя через собственное мировоззрение, тем самым показывая, с чего он на самом деле состоит, что он чувствует и думает. И зрители в данном случае выступают как дегустаторы, которые испробовали этот ментальный напиток и узнали его особенности. Предпосылки к данному формату беседы выражает сам Познер на интервью Дудя, говоря, что ему неинтересна шаблонность. Есть люди для меня, но абсолютно понятно, что они будут говорить. Абсолютно. Как-то не очень. Формы вопросов, которые предпочитает Познер, называются эмпатическими. Они способствуют раскрытию личности через личные переживания, впечатления, мнения, иначе говоря, их субъективную точку зрения. Смотрите, как он делает акцент не на точности информации, которую произносит человек, а на личной его мнении. Просто мне интересно ваше соображение по этому поводу. Вот вы могли бы сказать, что обязательно должно быть человек, как вы думаете, что обязательно должно быть в человеке, чтобы этот человек стал звездой? Вот как вы к старости относитесь? Вообще вам важно, что о вас пишут люди? И задают вопросы, которые относятся лично к герою и помогут раскрыть его внутренний мир. Я читал, что вы мечтаете о мюзикле, это так? Вы не пытались проникнуть в характер этого человека? Вы верите в то, что мы проживаем свою жизнь? Мы люди. А таким образом, что за всю жизнь мы не совершаем ни одного поступка, за которое было бы очень стыдно. Вообще, вы ставите какую-то цель? Вы бы хотели, чтобы ваша программа что-то сделала? Познер во время интервью, несмотря на непредсказуемость ситуации, сначала присматривается к собеседнику, задает нейтральные вопросы, оценивает ситуацию и постепенно переходит к проверке и при этом держится независимо, прямолинейно, настойчиво и в зависимости от ситуации адаптируется к ней, а к концу окончательно раскрывает гостя. Давайте рассмотрим, как это происходит в следующих ситуациях. На многих Иван Ургант производит впечатление легкого, непринужденного, веселого человека с темпераментом экстраверта, но он по-другому раскрывается на первом интервью у Познера благодаря выбранным эмпатическим и творческим вопросам. Изначально Познер задает вопросы от зрителей, на что Иван хоть и старается отвечать серьезно, но в большинстве случаев сопровождает иронии и усмешкой. Если бы вы родились женщиной, в какой профессии хотели бы себя реализовать? Я в профессии те же самые, просто реализация была бы гораздо успешнее. Сознательно или нет, но такой подход подготавливает его к дальнейшему серьезному разговору. Ведь вопросы от зрителей недостаточно глубоки и не той ментальной близости с человеком, когда даже не видишь его лично. Поэтому вопросы от Познера будут играть на контрасте с первоначальными и любая ирония и переход в шутку при ответе будет выглядеть не совсем уместно. Вы еврей? Если да, то объясните доступно, чем евреи отличаются от неевреев? Серьезный вопрос от господина Панкратова. Чувствуется, что он сжимал что-то в кулаке, когда задал этот вопрос. Затем Познер переводит тему и спрашивает об образе Ивана, прибегая к эмпатической форме вопросов. Ну сколько можно шутить? Вообще вы можете быть серьезными? А у зрителя такое ощущение, что это вот не так. На что Иван уже не отшучивается и не иронизирует, а рефлексирует и делится своей позицией взглядом на мир через юмор. Я принадлежу к тем людям, которые полагают, что все равно надо даже в самых серьезных вещах уметь увидеть смешное. Что-то смешное есть во всем. Мне лично помогает эта способность в жизни. Смотрите, Познер не переходит к следующему вопросу. Он продолжает эту тему, тем самым заставляя Ивана еще глубже задуматься над этим вопросом, о чем, возможно, раньше и не размышлял. Что дает нам еще больше информации о его мышлении и позиции. Это не форма защиты. В том числе и форма защиты. С этим проще. Чуть позже он задает вопрос касательно его споры с журналистом. Брайан, ну, полупрофессиональный охотник, и он очень много в этом рассказывал. И вы пару раз с ним просто чуть ли не поссорились вокруг темы охоты. Убийство животных и так. Вы очень близко это принимаете к сердцу вообще. Вы противник охоты. На что Иван отвечает довольно серьезно, прямолинейно и принципиально. Вспоминая, как ваш приятель, а ведь именно вы его пригласили в это кино, с упоением рассказывал, как он убивает животных, сдирает с них шкуры, надевает на себя и танцует по монтане. Сердце любого человека дрогнуло бы. И мое не стало исключением. Данная позиция и сочувствие с животным характеризует Ивана как чувствительного, сентиментального и глубоко размышляющего человека. На вопрос о том, является ли он частым посетителем гламурных и шумных вечеринок, он утверждает, что это для него не является важным. Предпочитает подобного избегать. Что намекает не только на избирательность при компаниях, но и на его интровертность. Я там присутствую исключительно по профессиональной своей деятельности. Мне это не очень интересно. Выбор такого типа вопросов по-другому для многих открывает глаза на его личность. Многим он уже не кажется шутом, так как мы ознакомлены с его внутренним миром и размышлениями. Чего не было бы, если бы тип вопросов был развлекательного или информационного характера. Фактически, это подтверждает наши наблюдения, которые были сделаны в разборе Ивана о том, что он больше является интровертом, чем экстравертом. А юмор во многих ситуациях выступает не только как образ его жизни и работа, но и как элемент адаптации, защиты в стрессовых и повседневных ситуациях. Он смотрит на многие вещи через призмы юмора, что позволяет ему снизить уровень психологического давления с окружающей среды, и на самом деле он является достаточно чувствительной, анализирующей и сентиментальной личностью. Но давайте рассмотрим тип интервью, где поздер принимает другой подход и форму вопросов на примере диалога с Ириной Яровой. Изначально заметна ее напряженность. Она волнуется. Об этом нам говорит ее беготативно-нервная система, проявляющаяся в интенсивном и затруднительном дыхании, и часто моргании глаз. А также видно, как она сложила руки на столе, что является не только демонстрацией уверенной позы, ведь когда руки на видном месте, то бессознательно нам кажется, что человеку нечего скрывать, но и выступает формой самоконтроля от нежелательных движений. Посмотрите, как она контролирует свои руки время от времени. Помимо волнения, также видно личное презрительное отношение к поздеру еще в начале передачи. Обратите внимание на нестабильность ее мимики и проявленные признаки отвращения и презрения на лице. С удовольствием. Эмоция появляется не только в этот момент, но очень часто и на протяжении всего интервью, что невербально отображает истинное отношение к поздеру. К слову, в своем инстаграме я даю подписчикам различные упражнения тестов, которых помогают развить навык обнаружения эмоций, и как отличить искренне от фальшивых. Если хотите присоединиться и отметить также эмоции, то переходите по ссылке в описании. Для этого интервью Познер выбрал иную тактику. Диалог построен на конфронтационных вопросах, когда целью не стоит заполучить доверие или эмпатию, а необходимость получить конкретные ответы на вопросы. Такие вопросы, как правило, только усиливают напряжение в диалоге, что и происходит в процессе интервью с Яровой, особенно учитывая ее предварительную предвзятость. Давайте рассмотрим, как это происходит. Познер начинает издалека с вопроса про мнение Рины о прокуратуре в прошлом и сейчас. Только в прокуратуре я туда ходила, ибо свято верила, что самые честные и справедливые люди работают в этой системе. Вы и сейчас так продолжаете считать? На что Ирина, почувствовав, куда ведет Познер, прибегает к оборонительной позиции. Хочу сказать, что это не ради красного словца было сказано. Я действительно очень хотела быть юристом, работать в прокуратуре. И вы знаете, попасть в прокуратуру было чрезвычайно сложно. Дав однозначный ответ, начинает классический политический прием с уводом в нейтральную сторону. Пытается снизить акцент с тех негативных моментов, которые планирует выяснить Познер, и рассказывает свою историю с показанным положительным окрасом, чтобы в очередной раз снизить градус волнения. Познер, имея конкретную цель интервью, не ведется на подобный прием и продолжает попытки получить менее размытый ответ, делая это максимально лояльно, чтобы не вызвать преждевременную агрессивную реакцию. Когда ты не знаком, близко с чем-то, создается одно впечатление. Потом, когда ты уже близко знаком, впечатление может меняться. Вы знаете, впечатление формируют сами люди. Ирина продолжает свою тактику и вместо прямого ответа ее личного впечатления, о котором просит Познер, прибегает к очередному ходу от ответа путем смещения акцента на других людей в своем ответе. Я искренне считаю, что в любой профессии имеет значение твоя личная позиция. Далее, понимая, что косвенные вопросы не приносят того ожидаемого результата, который хотел получить Познер, он переходит к прямому конфронтационному вопросу, спрашивая о коррупции внутри органов власти и правоохранения. И к тому, что были большие скандалы именно в вашем регионе, с этими правоохранительными органами, вам не приходилось сталкиваться вообще с коррупцией, работая в это время там, на Камчатке? Я ведь задаю вопросы не вам, не были ли вы коррупционером. Я бы не стал за какой вопрос задавать. У вас нет оснований задавать такие вопросы. На что также не получают утвердительного, обоснованного и аргументированного ответа. И возникает тот агрессивный оборонительный настрой со стороны гостя, который будет держаться и накаляться на протяжении интервью все больше с обеих сторон. Подобная тактика характеризуется не только приемами уходов от вопросов, не дающих конкретных ответов путем увода в нейтральную сторону, но и контратакой. И косвенными обвинениями в некомпетентности. Подобная оборонительная тактика очень схожа с недавним интервью Киселева у Дудя. Когда изначально придя с оборонительной позиции, тот всячески пытался упрекать Дудя в неподготовленности, что транслировало негативный и агрессивный настрой к собеседнику. Думал о вас лучше после того, как вы сейчас сказали, что он архитектор. Он не является архитектором. Нет, он не живет в Германии, вы плохо готовитесь. Когда Гордон, например, в случаях, когда Дудя был не точен в своих формулировках или ошибался в определенных моментах, не проявлял такие агрессивные контратаки. Несмотря на то, что цель Познера получить ответы не была выполнена, и многие политики придерживаются защитной позиции, не желая выдавать истинные свои внутренние переживания и мысли, такие вопросы спровоцировали конкретную реакцию у Ирины Яровой. И можно сказать, у него все-таки получилось раскрыть гостя. Но немного с другой стороны. А с какой, я думаю, не стоит уточнять. В ином случае я предлагаю определить вам самим и побыть в данном случае ментальными сомелье. Но самый важный процесс раскрытия гостя в интервью у Познера происходит под конец во время Блиц-опроса. Важная особенность его в том, что Познер, в отличие от Дудя, например, задает темп таким образом, чтобы гость отвечал коротко и быстро, что повышает вероятность честного ответа, по которому можно сделать вывод о личности человека, либо ложного, но неподготовленного, что выдаст реакцию и интуитивно нам будет это видно, и можно понять, какие качества свои он хочет скрыть. Я не буду делать подробный анализ ответов на эти вопросы. Хочу, чтобы вы сделали это сами при просмотре интервью с тем или иным гостем. Что скажете Всевышнему, когда встретитесь с Ним? Прости меня, грешно. Стакан полупустой или полуполный? Кто считает оптимист полуполный? Вы-то как считаете? Я считаю полуполный. Полуполный. Какое качество вы более всего цените в мужчине? Ну, щедрость, наверное. А в женщине? Да брату. Вы сожалеете, что вы не родились мужчиной? Ни в коем случае. А? Ни в коем случае. Спрашивай. Подытоживая сказанное, Познер, будучи принципиальным, самокритичным, самодисциплинированным и лояльным, придерживается такой же позиции в своих интервью и подчас неосознанно хочет подобного от своих гостей. У него в целом получается, в хорошем смысле слова, срывать маски со своих гостей и демонстрировать их как сильные, так и слабые стороны. Хоть и не всегда получается достичь своей цели из-за закрытости героя или созданию кредита лояльности по отношению к гостю, в большей степени у него это удается. Подобный навык поможет жизни и вам, когда будет стоять похожая задача узнать человека подробнее. И я уверен, что информация из этого выпуска вам пригодится. Но самое главное, наблюдайте за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова